Что касается чемпионата мира, то я знаю, что все довольны, повторюсь, организацией, но и качеством самой игры. Все сыграли на очень хорошем уровне. Да, есть какие-то мнения по поводу того, что это не Олимпийские игры и на Олимпиаде были составы посильнее. Частично я соглашусь, но с другой стороны, какой смысл сейчас сравнивать? Мы же сравниваем чемпионат мира, мы говорим о чемпионате мира, правильно. На этом чемпионате мира Россия, я считаю, победила заслуженно по игре, по настрою, по накалу, по качеству игры. Конечно, перед чемпионатом мира нельзя было спрогнозировать 100% то, что Россия выиграет, потому что, я считаю, на сегодняшний день в мире, скажем так, лидирует, наверное, скандинавская школа, скандинавская организация, шведы, финны и, наверное, количество медалей за последние, скажем так, десятилетия, именно вот медали, там, не обязательно золотых, а вот серебряных, бронзовых, ну и в том числе золотых, конечно, у скандинавов больше, чем и у канадцев, и у американцев, и у России, и у чехов. Это, вот я, на мой взгляд, считаю, такое вот подтверждение того, что они сейчас лидируют. Финны в призерах, правильно, те же самые шведы, все играли там за медали, бились, боролись. Ну и Россию можно поздравить с красивой игрой, с заслуженной победой. Они, опять же-таки, сыграли очень уверенно во всех линиях. Бобровский просто блистал и показал свой очень высокий уровень. Все лидеры сыграли, я считаю, очень четко, в нужный момент забивали голы, отдавались и показывали, в самом деле, очень красивый хоккей. Приятно, я думаю, всем посмотреть и на Малкина, и на Овечкина с его, вообще какой-то такой запредельной энергетикой, ну просто супер, я считаю.